Русский язык Подумываемся, что между словами «дым» и «каромысла» в принципе нет ничего общего. Откуда же пошло выражение и как связаны два разных понятия? Были на Руси времена, когда бедняки, крестьяне, жили в так называемых «курных избах», особенность которых заключалась в том, что в жилом помещении при наличии в ней печки отсутствовали дымоход и труба, и дым от печки выходил либо через входную дверь, либо через окно, либо в сене. Такой вид отопления называли «топкой по-черному». Позже же для этих целей в крыше дома стали делать специальное небольшое отверстие, называемое волоковым окошком, через которое дым выходил из избы. Вот люди и стали замечать, что дым из крыши избы, а позднее с появлением дымохода и печной трубы, выходит по-разному. В ясную и безветренную погоду дым выходил высоким столбом в небо. В промозглый пасмурный день с повышенной влажностью дым как бы стелился параллельно земле. Ну а при сильных порывах ветра дым выходил, переливаясь и извиваясь. При этом траектория была похожа на дугу, которая очень напоминала форму коромысла. Отсюда и пошло выражение «дым коромыслом», которое стало означать отвратительную погоду, сильным ветром, ненастье, бурю. Наверное, такая погода, когда все летит, свистит, мечется и ничего не разберешь, стала ассоциироваться с людской сутолокой и суетой, где ничего не понятно и толком ни за чем не уследишь. Ведь со временем фразеологизм дым коромыслом приобрел именно это значение – суматоха, кавардак, шум и гам, неразбериха.